С нового года ОСАГО с чистого листа, но к лучшему ли изменения? Очередей в офисах значительно поубавилось, как и сотрудников, необходимость в которых с появлением электронного ОСАГО отпала. Но на руку ли изменения? Получать ли услуги? Или выигрывает только страховщик? Вот так сейчас выглядят офисы продаж. Мягко говоря, немноголюдно. А эти кадры мы сняли год назад в том же отделении, той же страховой. Люди тогда занимали очередь ночью. И даже это не было гарантией скорого оформления полиса ОСАГО. Человек принимается полтора часа один. Вот сейчас до обеда, вот только два человека прошло. Вот у нас ждем уже третий день. Вот мы каждый день собираемся здесь. Вставляем список вечером. Ночуем ночью, чтобы никто не пришел лишний. Вот продолжение этого списка, грубо говоря. На диване. Да, все. Теперь ни толп, ни ночевок под окнами, ни списков. Недовольные клиенты, конечно, есть, но в страховых к этому относятся по-философски. Всегда много недовольных клиентов, сами понимаете. Так же, как и к вам, наверное, какие-то недовольства будут рассказывать. Поэтому я считаю, что довольный человек, он ведь не будет рассказывать им подряд. Недовольные клиенты чаще обращаются не в страховые, а сразу к автоюристам или в Ивановское движение автомобилистов. Александр Касьяненко, его руководитель, рассказывает. Электронная ОСАГО в чем-то облегчила жизнь водителям. Но нельзя сказать, что проблем стало меньше. Испытания для терпения начинаются, как только заходишь на сайт страховщика. Маленький стаж или запятнанная авариями водительская репутация – это отказ. Правда, завуалированный. Мы регистрируемся, мы проходим какой-то определенный этап. И на этом этапе нам предлагают о том, что необходимо перейти на другого страховщика. Мы тоже удивлены были, конечно, этого вопроса. Но даже если процедура заполнения электронного ОСАГО успешно пройдена, это не означает, что полис уже в кармане. Необходимо дождаться официального подтверждения на электронную почту. Да, есть ряд компаний, которые страхуют. Да, есть, например, да, как-то проходит, что называется, да, вот этот электронный полис ОСАГО. Но мы сейчас столкнулись с тем, что массово, массово уже много обращений, когда оно не проходит. Правидный гнев автомобильного сообщества вызывает и тот факт, что страхование превратилось в своеобразную рулетку. Повезет, не повезет. Ставки сделаны, ставок больше нет. Так, не выходя из дома, можно застраховаться хоть во Владивостоке, хоть в Магадане, где угодно. Автовладельцу это не подгласно. Проблем не возникнет, пока не понадобится, скажем, вписать еще одного водителя в полис ОСАГО. Буквально вчера тоже общался с представителями страховой компании. Они говорят, да, действительно, мы не можем внести каких-то изменений. Почему? Потому что мы являемся просто операторами, да, единого агента. А внести какие-либо изменения водителя или продлить период использования своего транспортного средства, ты должен поехать туда. Либо почтой выслать туда документы. Но это же неправильно. То есть я считаю, что в любом случае нас втянули в эту историю, да, между Российским союзом австрактовщиков, между страховыми компаниями. Ну, Центробанк, он как бы влияет, потому что он является регулятором на этом рынке. Но я считаю, что ситуацию нужно менять. Перемены уже назревают. Но не факт, что к лучшему. Законодатели хотят заменить денежное возмещение ущерба в ДТП ремонтом авто в сервисе, с которым у компании договор. Тогда начнется новый раунд игры «Повезет, не повезет». И, скорее всего, выигрыш на этой лотерея снова будет только для страховых. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.